Если у нас нет комментариев, если у вас нет комментариев, то у меня есть свой комментарий. Мы будем обсуждать сегодня вопросы инвазивной радиации и разных органов мишени, легкие, грудные железы, сердца. И, возможно, этот метод вам недоступен, но вы используете бракеотерапию во многих случаях в ваших центрах. Вы используете иглы, вы нарабатываете необходимые навыки. Но мне хотелось бы, чтобы вы задумывались над возможностью применения данного метода. Да, это один из самых лучших методов, доступных на настоящий момент, который вы можете внедрить во многих центрах в Российской Федерации, потому что у вас есть для этого все возможности. Вы должны задумываться над применением данного метода. Сокращение времени лучевой терапии очень важно. Мы знаем, что людям иногда тысячи километров приходится преодолевать до ближайшего аппарата лучевой терапии. Поэтому, конечно, возможность сокращения сроков проведения лучевой терапии действительно может быть когда-то. Мы получим доказательную базу, что и одной фракции будет достаточно. Это фантастическая опция для нашей страны. Ну, я хотел задать свой вопрос. Он связан с экстремальным гиперфракционированием. Вот вопрос такого плана. Насколько вы считаете оправданным, одно из основных преимуществ брахиотерапии в сравнении с многими другими методами частичного парциального облучения молочной железы ускоренного, это радиобиологические преимущества, когда мы можем подводить дозу относительно небольшими фракциями за достаточно продолжительный промежуток времени. Не считаете ли вы, что вот эта тяга к экстремальному гиперфракционированию может съесть эти серьезные радиобиологические преимущества? Я имею в виду, когда мы уходим от восьми фракций, от семи фракций до одной-двух. В настоящий момент мы сопоставляем данные целого ряда исследований, где используется как раз гиперфракционирование. 15-16 фракций – это стандарт с применением дистанционной радиотерапии. И мы можем проводить лечение в течение 15 дней или в течение двух дней. Вот такая вот у нас существует опция, и выбор между ними может быть очевидным для пациента. И такие краткосрочные схемы дают нам возможность понять, что, к сожалению, использование однократной фракции, единичной фракции не настолько эффективно, как мы предполагали, поскольку единственное, что вы можете сделать, это осуществлять лечение того участка, где риск рецидива является достаточно низким. Мы должны оценить ситуацию с точки зрения пациента, понять, что лучше для пациента. И я все-таки надеюсь, что такой краткий курс лечения все-таки будет иметь большие преимущества для пациента. На конгрессе исследования в Милане, в котором участвовали в основном женщины в возрасте 60 лет. Там вот этот метод применялся очень активно. И мы задумываемся о том, чтобы использовать технику частичной радиации в рамках рутинного лечения. И мы должны думать об интересах наших пациентов, о том, что мы можем им предложить в настоящий момент. Семь фракций – это стандарт. И этот курс лечения может быть завершен за четыре дня. И, может быть, новые исследования покажут, что два дня этого вполне достаточно, а некоторым пациентам достаточно будет и одной фракции. И, таким образом, в каждой ситуации мы можем принимать взвешенные решения грамотные. Спасибо, но, к сожалению, мне надо быть в соседнем зале, поэтому я вынужден вас покинуть. И я надеюсь, что если у вас вдруг останутся вопросы к моему докладу, то я когда-нибудь в личной беседе на них вам отвечу. Спасибо. Спасибо огромное. Я тогда, если можно, дам возможность задать вопрос Оксане Петровне, которая пытается их избежать, но думаю, что ей этого не удастся сделать. Есть ли у кого-то к Оксане Петровне в зале вопросы к тому докладу, который прозвучал? Если нет, то у меня один вопрос. Один есть. Действительно, дистанционная лучевая терапия – очень привлекательный метод проведения парциальной лучевой терапии, потому что тут есть много достоинств. Но у меня всегда возникает один вопрос. Как вам удается укладывать молочную железу, которую… Она убегает из рук всегда, и она вообще отовсюду убегает. Как вам удается достигнуть воспроизводимости укладки? Потому что, конечно, даже при облучении всей ткани молочной железы это бывают проблемы, а при парциальном облучении это уж совсем сложно, мне кажется. Спасибо большое. Действительно, актуальный вопрос. И если вы видели, дорогой Сергей Николаевич, когда я показывала отступы СИТИВИ-ПИТИВИ, там отдельно в табличке было написано, что вот этот отступ 1,5-1 см не всегда актуален для больных с макромастией. То есть когда у нас исходный объем молочной железы более 1,5 тысяч кубических сантиметров. Эти железы действительно двигаются по своим геометрическим законам. Ты только уложил больную по всем лазерным точкам, по очень большому количеству кожных ориентиров, приходишь на второе поле, уже все смещено. Поэтому для макромастии, наверное, нужно делать, если эта женщина полностью подходит для АПИ-БИИ, наверное, нужно делать большие отступы. Ну и, честно говоря, у нас клипируют, обычно 6 клипс ставят. Даже если одна клипса куда-то во время откачивания жидкости уходит, то остальные показывают нам четкий ориентир. И плюс это мамаборды всегда, это четкие отведения, это подставки под колени, то есть максимальное количество фиксирующих приспособлений. Левая сторона с гейтингом, когда сложно сместиться уже без дыхания. Нам нравится. Спасибо огромное. Есть ли еще у кого-нибудь в зале вопросы? Ну, следующий доклад был Алексея Георгиевича, и у меня вопрос тот же самый к залу. Смотрю на Жанну Викторовну, думаю, может быть, она вопрос задаст. Есть ли у кого-то вопросы к Алексею Георгиевичу по поводу интероперационной лучевой терапии? Ну, я даже, наверное, сам тоже не буду задавать вопросы, потому что мы никогда не пользовались. Есть, да, есть вопрос. Я хотел, я, может быть, предложил, чтобы результаты данного исследования, которых мы с нетерпением ожидаем, вначале я не очень доверял этому методу, потому что в настоящий момент мы поняли, что когда мы даем эту дозу на полость при помощи интробим, мы в Испании и в других странах мира этот метод является более и более доступным. И я считаю, что это одна из самых лучших опций, один из самых лучших вариантов интероперационного лечения. Электронная методика, скажем так, при применении этого метода через несколько недель у вас ситуация выходит из-под контроля, но интробим – это техника очень хорошая, я не знаю, насколько ее можно рекомендовать во всех условиях, но многокатетерная радиотерапия может и должна применяться. Каково ваше мнение? Насколько допустимо применение радиации после единичной фракции интробим? Облучение, конечно же, возможно, и, как я уже сказал, что в случаях, когда мы видим высокие риски возникновения рецидива, это там опухоли триженегативные, хер положительные, выраженный внутрипротоковый компонент, инфильтрация опухолевыми эмболами, как в сосудах, как лимфатических, так и в кровеносных. Мы выполнили облучение интероперационно, потом получаем окончательный гистологический ответ, и тогда очень легко в нашей ситуации пересчитать и считать то, что мы дали во время операции, как буст. И в дальнейшем уже дать дистанционную лучевую терапию, с учетом того, что мы уже подвели 20 ГРЭ на ложе опухоли, как буст. То есть мы тогда, если бы у нас был бы гистологический ответ хороший, мы бы решили, мы решаем, что на этом наше лечение, облучение, оно достаточно, и мы останавливаемся только на интероперационном облучении. Если идут какие-нибудь, то, что мне сказал, результаты после окончательного ответа, то мы его считаем как пуст, и тогда уже даем дистанционную лучевую терапию, но вот наши специалисты рассчитывают ее. Микрофон возьмите, пожалуйста. Или громко очень говорите. Громко не услышат переводчики. Да, все правильно. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы часто проводите интероперационную лучевую терапию? Первый вопрос. И учитываете ли вы при проведении интероперационной лучевой терапии биологический подтип опухоли? Спасибо. Что учитываем? Биологический подтип опухоли. Биологический подтип опухоли. Как я уже сказал, мы с 2011 по сегодняшний день выполнили где-то в районе 500. Пролечили где-то 500 больных данной методикой. И биологический подтип опухоли тоже на сегодняшний день мы пришли к выводу, что данная методика, вот если брать интероперационную лучевую терапию как отдельный фрагмент лечения без дальнейшего дистанционного облучения, то мы не берем пациентов с хер положительными, трижды негативными, и пациентов с третьей степенью гистологической, стараемся не брать пациентов с третьей степенью гистологической злокачественности и высоким КИ-67. То есть проводится дистанционная гамма-терапия только? Таким пациентам, я вот говорю, что таким пациентам тогда интероперационная рассчитывается как буст и уже подводится в дальнейшем дистанционная лучевая терапия. Спасибо. Можно у меня короткий комментарий по поводу интероперационной лучевой терапии в качестве буста? Вот я бы, наверное, все-таки здесь был осторожен по двум причинам. Если нам нужен буст, то, как правило, это те ситуации, когда нам нужно вокруг ложи опухоли как минимум один, а чаще всего полтора-два сантиметра на дополнительных тканях забирать. Это обязательно. Это первый момент очень важный. И мы не можем это решить, проблему с помощью интероперационной лучевой терапии. По крайней мере, тормозным излучением. И второй момент заключается в том, что все-таки после операции до начала лучевой терапии, как правило, проходит иногда 2-3 и больше недель. И в этой ситуации, конечно, облучение интероперационное в качестве буста, его эффект уже в значительной степени съедается временем. Но мы стараемся таких пациентов брать сразу же. Их не так много. Поэтому они, как только позволяет возможность, они идут на дистанционное облучение. Много времени мы не теряем. Есть ли у кого-то еще вопросы? имя. Много времени мы сможем